Работаю с 1971 года на этом предприятии. Работаю на расточном станке, горизонтально расточной станок для растучки деталей. Работаю на фрезерном станке, на протяжном станке. Жизнь заставила меня учиться в взаимные годы. Как и знаете, столько лет проложивший полных, это получается почти 49 лет. Потому что я уходил в армию, два года не был, потом вернулся с армии, и обратно здесь. Так же и работаю. Ну, пришел учеником сначала, это непонятно, сам я не стал сразу учиться. Тем более, расточников не учат нигде. Ни одного училища не учат их. Вообще самоучки. Ну, пришлось научиться. Это и влеченный в такой профессии, мне понравилось это. Токарная система как-то нет, а тут разнообразие все время идет. Это ничего не видите, одна деталь, а другая, как я и говорил. А изделия меняются, а для меня это было нормально, интересно. Читение чертежей, вот было самое основное. Правильный чертеж прочитать, а инструментов сколько надо. Говорят, что установок сложный. С чего-то начать, надо все прочитать. Да, это не то, что взял, положил и начинаешь делать. Нет, это не выходит. Это так листом как. Молодежь мало проходит. Все, как говорят, быстро хотят заработать, а ничего не делают. Надо вникнуть, понять, поработать. А без трудностей ничего не будет. Ну и как мне в жизни сами, так легко еще не дается. А надо терпение и желание. А желание не будет. Ну и с душой относиться работать. Тогда и легче, и понятнее будет. А тут компьютер не нужен. Тут надо руки и понятия, отношения к труду. А так, быстро, быстро, а быстро ничего не получается. Просто работаю честно и спокойно, уважая других. И вот предприятия растут. И еще на сегодняшний день так и я жизненный остался. Пока, как говорят, здоровье есть, буду работать. Ну а куда в день я все? Жизнь есть жизнь. Редактор субтитров А.Семкин